Здравствуйте! С вами Человек Дела. Живой диалог о реальной экономике, в котором гости из студии и я, Михаил Попов, обсуждаем тренды в бизнесе и примеры из практики людей дела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях представитель правления Ассоциации строительных организаций Комстрой Станислав Цверенко. Станислав Валерьевич, здравствуйте! Предлагаю говорить на «ты», потому что мы знакомы давно и не будем обманывать зрителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Станислав Цверенко, председатель правления Ассоциации строительных организаций Комстрой, почетный строитель Южного федерального округа, член Всероссийской политической партии «Единая Россия», член Союза строителей Южного федерального округа. Награжден благодарственным письмом губернатора Ростовской области, победитель конкурса «Застройщик года-2016» в номинации «Масштабная застройка». Объявлена благодарность Законодательного собрания Ростовской области. Награжден почетной грамотой от Министерства регионального развития Российской Федерации. Лауреат Всероссийской экономической премии «Компания года-2012» в номинации «Строительство и ЖКХ». Награжден почетной грамотой от главы администрации города Ростова-на-Дону. Победитель номинации «Строитель года-2012». Награжден благодарственным письмом Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Награжден почетной грамотой от Торгово-промышленной палаты Ростовской области. Скажи, пожалуйста, как вышло так, что «Осокомстрой», насколько мне известно, это крупнейший ростовский застройщик. 20 лет на рынке, как это сделать, как этого добиться? Здравствуйте, Михаил. Мы на «ты». Привет, Михаил. Здравствуйте, дорогой. Да, компании действительно 20 лет. Компания имеет большую историю, довольно-таки крепкую репутацию. Изначально занималась малоэтажным строительством. Более 10 лет назад пришли к многоэтажному строительству. Есть несколько проектов в городе, которые уже успешно реализованы. На сегодняшний день три проекта в стадии реализации строительства. Это микрорайон 9А, микрорайон Екатерининский и жилой комплекс Николаевский. Все они находятся на западном. Компания сохранила свою репутацию, коллектив и вообще объем производства. Благодаря довольно-таки серьезному подходу, профессиональному подходу, всегда выполняет свои обязательства. На сегодняшний день мы никогда не нарушили ни срока строительства, не подвели наших покупателей ни по качеству, ни по другим обещаниям. Сколько человек работает в компании? Если мы берем группу компаний, это порядка 700, в сезон может быть даже до 1000 человек. Но мы понимаем, что туда входят и подрядные организации, и проектные организации, у нас есть управляющая компания, которая занимается комплексным управлением уже готовых проектов. Соответственно, по группе брать порядка 1000 человек. Управляющая компания, об этом хотелось бы задать вопрос, чтобы подробнее рассказать эту тему. Очень важно клиентов обратить в пост клиентов, для того, чтобы они возвращались. Как с этим работает Комстрой? И если говорить о цифрах, мы говорили до эфира. Вот сколько из клиентов, ставших покупателями квартир, потом покупают квартиры еще в Комстрой? Есть ли такая статистика? И что для этого делается? Ну, вообще покупателей можно разделить на несколько различных видов. То есть есть покупатели, которые приобретают для непосредственного проживания. Есть так называемые инвесторы, которые совместно с нами уже на протяжении многих лет зарабатывают. То есть они приобретают на первоначальных стадиях строительства, на стадии котлована. Так как у нас очень короткий цикл строительства, порядка полутора лет занимает строительство 25-этажного дома. Это двухсексованного. И продавая свои объекты на конечной стадии или уже после ввода, получая какую-то дополнительную маржу. И так называемая тихая гавань. Недвижимость люди приобретают, делают какой-то простой примитивный ремонт и в дальнейшем сдают для найма. Соответственно, я уже сказал, что у нас есть своя управляющая компания. Мы в плотной связи с нашими покупателями. Мы всегда следим за качеством и постобслуживанием, как было сказано. Мы ведем работу на уменьшение стоимости обслуживания квадратных метров. Она у нас одна из лучших компаний. К примеру, на протяжении трех лет мы выигрываем практически все конкурсы профессионального мастерства в области ЖКХ. И что отмечено руководством города. Если говорить о сегменте рынка, это high-end или же middle, или средняя ценовая категория, или даже бизнес-класс? Как вы себя позиционируете? В этом году, наконец-таки, уже было принято решение о великой классификаторе жилья. Раньше называлось жилье эконом-класс, но сегодня оно уже имеет класс доступного жилья или стандартного жилья. То есть мы занимаем нишу стандартного доступного жилья. То есть сегодняшний день мы прилагаем одну из самых невысоких цен в городе по соотношению цену-качество именно к нашей технологии строительства. Напомню, что это каркас-монолит, это на сегодняшний день одна из самых надежных технологий. Мы затронули срок эксплуатации. Вот срок эксплуатации наших объектов-то порядка 150-170 лет. При должном, правильном использовании и всех узлов, и, соответственно, самоустроения. Но мы затронули срок эксплуатации, но не сказали, что компания «Асоком Строй» на сегодняшний момент – это крупнейший ростовский застройщик. Так ли это? Мы, застройщики, именно территориально в Ростове занимаем третью позицию, но с историей, которая выходит из Ростова, мы первые. То есть первые два места – это компании, которые пришли некоторое время на ростовский рынок с других регионов, а именно наша региональная компания с гордостью выносим это имя. Что нужно ростовским застройщикам для того, чтобы обогнать на своей территории? Или же конкуренция только к добру? Долгая история. На самом деле сегодня обнесены очень серьезные изменения в 214-218 федеральный закон. Это основной закон, по которому ведется долевое строительство, которое вступает в силу с июня 2018 года. Я думаю, что рынок будет существенно перекроен. То есть уйдет мелкие игроки, о чем говорилось уже давно, уже встречаются требования к застройщику, юридические требования, финансовые требования, требования по наличию определенных финансовых средств в форме уставного капитала. И я думаю, что сейчас прогнозировать о какой-то конкуренции довольно-таки сложно, потому что всех это волнует. Есть определенные строительные сообщества и объединения, которые на различных уровнях выражают свою позицию и выражают свою опаску, в которую мы столкнемся с тем, ведь строительство – это одно из локомотивов российской экономики. Мы знаем, что один строительный рубль дает государству еще семь. И подвергая такой опасности, мы рискуем довольно-таки серьезно давить по экономике страны. Что нужно? В первую очередь, это репутация, это качество строительства, это выполнение обязательств. Как я уже сказал, что мы никогда не опаздываем, мы вводим наши объекты либо с опережением, либо точно в срок. Мы это активно декларируем, это наш девиз – строим качественно, сдаем срок. Соотношение цены и качество тоже немаловажно. То есть, в сегодняшний день стартовая цена наших объектов – 38 тысяч рублей квартира. Это довольно-таки комфортная цена. Мы просчитывали, если рассматривать ипотеку с пониженной ставкой, отменили сейчас ипотеку с господдержкой, это как стоимость денег, по-моему, 10,5%. И наши топовые банки, такие как Сбер, наши партнеры Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, они сегодня могут декларировать ипотеку под стоимость 8,5-9%. Тем самым ежемесячный взнос – порядка 9 тысяч рублей за собственное жилье. И мы пытаемся нашим покупателям объяснить, что сегодня выгоднее покупать квартиру с использованием ипотечного кредита, чем ее арендовать по найму. Средний срок – это 7-9 лет ипотечного кредита. Ипотеки, да? Да, по статистике. Хотя ее выдают на 15-20 лет, но в большинстве случаев порядка 80%. Люди гасят раньше, да? Люди гасят раньше, да. Причем мы наблюдаем такую картину. Люди приобретают квартиры в течение трех лет, в ипотеку в течение трех лет они ее закрывают, соответственно, продают, получают какие-то живые деньги, тут же покупают в наших же объектах квартиру, может быть, какой-то увеличенной планировки. В обществе создался запрос. Больше 100 тысяч дольщиков обманутых. То есть, да, это 3-5% может быть. Я не знаю этих цифр, но это больше 100 тысяч дольщиков, которые обращаются к государству. Ведь в большинстве случаев есть уникальные ситуации, конечно, когда дольщики столкнулись с тем, что они свои социальные субсидии, федеральные субсидии, как-то было в городе Шахты, передали застройщику, он не справился, и деньги, полученные от федерального правительства, сгорели просто. И, как ты знаешь, принято уникальное решение, в городе Шахты будут достраивать дома за счет бюджета, но это уникальное решение именно потому... Точно. Точно. Именно потому, что это были федеральные деньги. В большинстве случаев люди собственные средства вкладывают, заключают инвестиционный договор, ведь договор долевого строительства, он, поправлюсь, я ошибаюсь, но носит характер гражданскоправового инвестиционного договора. Совершенно верно. То есть вступили в договорные отношения с застройщиком, который не оправдал их ожидания. Но это же бизнес, у нас все-таки рыночная экономика. И вот где грань, по мнению вашей профессиональной ассоциации, сейчас ваша я говорю о всех участниках рынка, где справедливая грань между ответственностью государства, как надзорного органа, и, собственно, экономическими рисками при заключении этого договора. Правильно сказать, что государство, как надзорный орган, должен выполнять свои функции. Когда идет агрессивное регулирование, это ставит под удар, под угрозу. То есть мы понимаем, что в большинстве случаев это, ну, как, жертвы мошенников. И эти примеры есть. Мы сами являемся членами рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков на уровне правительства. Разработано несколько программ, в которых в разработке этих программ участвовала и наша группа компаний. То есть мы предлагали решения. Я думаю, это довольно-таки действующие механизмы. Еще, может быть, несколько месяцев, и он уже будет готов к реализации. И уже, в основном, не только в разработке будет принимать участие, а и в реализации. А мы уже принимаем, пока на благотворительных порядках. Вот, например, печально известный жилой комплекс «Европейский», который находится на вертолетном поле, было обращение со стороны администрации города. Мы активно приняли участие, помогли достроить этот дом. Не только мы, это ряд ростовских застройщиков. И, слава богу, по-моему, девятый литер был введен, и люди получили свои квартиры. Конечно, это большое горе. Это большое горе для наших, сограждан, для жителей нашего города. И это бьет по репутации всех застройщиков в целом. То есть мы должны использовать дополнительные методы убеждения, рассказывать о преимуществах, о возможностях для того, чтобы человек согласился купить квартиру. Это довольно-таки высокий риск. Мы понимаем, есть примеры, когда люди рассматривали это как инвестицию. То есть инвестиции в финансовую. То есть приобретали по 5-7 квартир. Это тоже отдельный пул так называемого бантых дольщиков. Проблема нельзя всех под одну гребенку, так сказать. Это надо рассматривать каждый объект, каждый случай индивидуально и принимать правильные соответствующие решения. То, что ты говоришь, все очень хорошо для меня, как покупателя, для крупного бизнеса. А как быть малому предпринимателю, который, может быть, захочет выйти на рынок? Вот что бы ты ему рекомендовал и что нужно сделать для того, чтобы попасть на этот рынок и пройти тот путь, либо какой-то другой путь, тот путь, который пошла компания Комстрой? Ну, как я сказал, большая история. Более 20 лет, и мы начинали с малого строительства, заработали какой-то первоначальный капитал, потом пробовали на объектах малой этажности. Это 5-7 этажей. В дальнейшем вышли на 19-20. Сейчас мы строим дома в этой этажности на 27-28. Соответственно, это долгий процесс. Нельзя прийти на этот рынок, не зная специфики этого рынка, не зная технологий, не зная даже законодательной базы, и сразу начать строить. Мы понимаем, что в каждом деле нужны профессионалы, и войти на этот рынок не так уж и легко. То есть попытаться начинать, можно, я же говорю, более малого строительства, с коротким циклом строительства, с понятным началом и видимым окончанием строительства. Это, так называемые, может быть, пятиэтажные или какие-то каскадные дома. Когда человек попробует свои возможности, свои финансовые возможности, может быть, какие-то административные возможности, а в дальнейшем уже ставить планы по развитию бизнеса. То есть закон четко прописывает те необходимые требования и к застройщику, и к подрядчику. Это и саморегулируемые организации, это набор определенных специалистов, аккредитованных, лицензированных, обученных, и требования к застройщику, которым он должен отвечать. Зайти на рынок можно, но на сегодняшний день это очень сложно сделать. Особенно с грядущими изменениями, которые вступят в силу в июне 2018 года. Эти грядущие изменения касаются именно финансовой стороны вопроса, именно финансовых ограничений и мощностных ограничений к застройщику. Для тех застройщиков, которые уже есть на рынке, дай, пожалуйста, оценку, изменилось ли административное регулирование, и если изменилось, то в какую сторону? Вот если не брать вот эти финансовые ограничения по устойчивости, стабильности и возможности воспроизводства. Я бы не сказал, что усилилось регулирование, то есть все требования, которые изначально и ранее были для получения разрешения, для строительства дома, для инспекции, гостроинадзора и так далее, Ростехнадзоры, они остались, они существуют, их обязательно надо выполнять. При грамотном правильном подходе никаких проблем не возникает. Вот то, что я озвучил ранее, это действительно будет проблемой, потому что новые игроки не смогут войти в рынок, потому что у них не будет соответствующего стажа строительства со сдачей квадратных метров. Вы можете строить дом, вы можете строить дом, полностью привлекая или кредитные средства, либо средства инвесторов, и после окончания строительства, ввода дома в эксплуатацию, у вас получается возможность реализации этих объектов. Мы говорим именно о долевом строительстве, в 2014-м законодательстве, то, что привлечение денег инвесторов-дольщиков на этапе строительства. Вот в этот рынок практически будет невозможно войти. У нас в гостях был Станислав Цверенко, председатель правления ОСО «Комстрою». Стас, спасибо, что пришел, мы предложим этот разговор. Спасибо. На рынке недвижимости давно не происходит серьезных изменений. Спрос остается ограниченным и сохраняется тренд на снижение цен. Самый серьезный новый фактор – снижение ипотечных ставок до рекордного уровня. Они начинаются уже от 7-9% годовых. На фоне снизившихся цен на жилье сейчас сложилась вполне благоприятная ситуация для покупки квартиры в новостройках. Современный рынок значительно повысил качество объектов комфорт-класса. Это уже комплексная застройка с объектами инфраструктуры, авторской архитектурой и интересными планировочными решениями. С вами был Человек Дела. До встречи на телеканале РБК «Южный регион». Это моя жизнь. Мой стиль. Моя страсть. Деловые встречи, соревнования, частые переезды. И всегда со мной рядом она. Одежда торговых марок «Сударь» и «Вензана» – это моя победа каждый день. С 10 по 14 октября. Спешите купить двери со скидкой. Двери Маркет. Двери Вэл. 8 800 555 0306. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова